Субтитры делал DimaTorzok Меня зовут Алиса с канала Белевикс и в предыдущих видео я вам обещала, что скоро будет обзор на смелого, дерзкого и отзывчивого молодого пацана Фенигана Уэйка. Поехали! Этот юноша настоящий сорвиголова. Он всегда готов отправиться на поиски приключений или поучаствовать в какой-нибудь заварушке. При этом Фениган Уэйк находится в инвалидном кресле, ведь наш персонаж сын Водянова или же Русал по происхождению с хвостом вместо ног. Его транспорт без труда передвигается, имеет стильное оформление, да и сам персонаж может всячески поворачиваться в разные стороны. Этот голубокожий татуированный 17-летний качок с иракезом на голове прикован к инвалидной коляске, но он не инвалид. Просто находясь на суше, Фениган Уэйк вынужден использовать инвалидную коляску, потому что вместо ног у этого пацана русалочий хвост. Однако, подобное положение ничуть не мешает Фениган Уэйку вести активный и чрезвычайно подвижный образ жизни и увлекаться экстремальными видами спорта. Фениган Уэйк – настоящий адреналинчик и сорвиголова. Недаром, до момента, пока не стало известно настоящее имя этого парня, его биография появлялась как биография персонажа по имени Райдер, что переводится с английского как «гонщик». Фенигану необходимо движение, ему нравится скорость и ему не помежало бы стать немного поосторожней. Фениган Уэйк вышел в серии «Монстр Экченч», которая идет под отдельной коллекцией «Fun World Winner». Будут ли куклы подобного типа выпускаться под этой эмблемой, пока неизвестно. Изначально Фениган Уэйк относился к коллекции «Монстр Экченч» как пятый студент по обмену. Коробка Фенигана выполнена в новом стиле – больше пластика и меньше картона. Вся коробка окрашена в черно-желтые цвета, что смотрится довольно стильно и гармонично. Справа располагаются привычные нам герб «Монстр Хай» и логотип франшизы. Внизу – возрастное ограничение 6+. Слева – оранжевый черепок с желтым пламенем и надписью «Победитель фан голосования». Жизнерадостный арт Фенигана расположен непривычно перед куклой, а позади ее. Сама кукла стоит в коляске на небольшом картонном подиуме, выполненном в стиле части скейт-парка с рампой. Под артом нам напоминают, что парня зовут Фениган Уэйк и он сын русалки. На задней стороне арт персонажа и кусочек из биографии. Первое. Убийственный стиль. Моя прическа синего цвета и крутые татуировки указывают на стиль панк-рок, но я люблю одежду в стиле крутого гонщика. Второе. Любимое занятие. Когда я не катаюсь на моем кресле по школе, меня можно найти в школьном бассейне, на пляже Глумбич или в океане. Водные тренировки помогают поддерживать плавники в отличной форме. Домашнее животное. Идеальное животное для меня это призрачный гепард, потому что это самое быстрое животное в мире монстров. Но этих диких животных невозможно приручить. И что меня раздражает? Монстры, которые считают, что раз я в инвалидном кресле, мои способности ограничены. Хотя порой я чувствую себя немного не в своей тарелке. Я отлично знаю, что я могу и что я не могу делать. На внутренней части коробки можно увидеть скейт-парк, где катаются Дьюс и неизвестная девушка. Фон выполнен очень красиво и интересно. Стоит лишь посмотреть на такие детали, как монстры граффити. Подставки и расчески у Фенегана Вейка нет, потому что они ему не нужны. Фенеган Вейк имеет очень правильные и классические формы лица. Материал головы имеет довольно мягкую и пластичную структуру. И при нажатии на голову можно заметить различные образы характера. С одной стороны он выражает недовольство, а с другой стороны удивление. Фенеган Вейк довольно необычная кукла. Прежде всего он третий хвостатый морской житель в коллекции школы монстров. Первой была Крейта Монстр Русалка, второй Сирена Ван Бу и третьим стал Фенеган Вейк, первый тритон школы монстров. Фенеган выполнен из нежно-голубого пластика. Его волосы выполнены из прозрачного материала голубых оттенков, имитирующий ирокез плавник. У Фина доминируют синие оттенки, синие брови, голубые глаза и светло-голубые губы с легкой усмешкой. Как и у Мэни Тавра, у Фенегана мускулистые и крупные руки. На обоих руках есть татуировки. На левой от локтя, а на правой на плече пламенный череп. Кисти окрашены под перчатки, а на правой руке серебряное украшение в виде бинтов. А дед Фенеган простенько в желтую майку с номером 0-1. В своем дневнике Фенеган много пишет о том, какой он бесстрашный, безбашенный. Он просто гангстер на районе номер 1. Лучшие друзья это Лорна Макнейси и Джи Джи Грант. На шее Фенегана висят коричневые очки для плавания. Хвост Фенегана не украшен ничем, как было с Сиреной Ван Бо. Но однако он тоже заслуживает внимания. Синий хвост с молдированными чешуйками имеет три точки артикуляции. Пояс, коленная часть и сам плавник. По сравнению с Сиреной, хвост Фенегана намного тоньше и меньше. И кстати, крутится он на 360 градусов. Коляску Фенегана можно расценить как дополнительное средство передвижения Monster High. Например, как кабриолет Скориш или же кабриолет Дракулауры. К Фенегану идет бронзовый рюкзачок. Сумка довольно вместительная, однако немного трудно открывается. На этом наше видео подошло к концу. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не успели еще этого сделать. Ставьте лайк под этим видео. Напишите ваш отзыв о моем обзоре на красавчика Фенегана Уэйка. Я вас всех люблю. Be cool and crazy. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok